По мнению главы региона, курортный сбор станет не налогом на туристов, а дополнительным источником дохода для муниципалитетов на развитие благоустройства пляжных территорий и самое главное обновление инфраструктурных сетей, нагрузка на которые высокий сезон идет на пределе. Сегодня, безусловно, мы отвлекаем, расходуем деньги из курортных городов, бюджетов, из краевого бюджета на курортную инфраструктуру, в том числе и на набережные, и на пляжи, и все, что окружает того туриста, который приехал. Но поймите, что мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже живут люди. Мы их забираем и не возвращаем, потому что возвращать нечего. Ведь никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, ни в Туапсе, я уже не говорю про Ейский, Темрюк, последние 30 лет не было. Не надо бояться принять этот закон. Во-первых, мы не враги сами себе, я имею в виду власти и краевые, и муниципальные. Если мы почувствуем, что поток туристов проседает, мы просто этот сбор обнулим. При наличии этого закона смело можем смотреть в завтрашний день курорты Краснодарского края и смело идти к развитию курортной сферы с завтрашнего дня. В противном случае мы можем оказаться во дне вчерашнего. Деньги, полученные за время наплыва туристов, даже наполовину не покрывают расходы муниципалитетов на благоустройство пляжей, содержание дорог, уборку мусора. В прошлом году Анапа на отдыхе заработала 192 миллиона рублей, а на подготовку к лету потратила 420 миллионов. Деньги, полученные от туристов, в полном объеме будут оставаться в муниципалитете. Никаких федеральных перераспределений не будет. В первый год действия закона максимальная цена сбора не превысит 50 рублей с человека в сутки. Сбором не будут облагаться жители курортного региона, несовершеннолетние, малоимущие, студенты-очники, социальные льготники, а также те, кто направлен на реабилитацию в санатории. Субтитры создавал DimaTorzok